Hello, hello, с вами канал HiEnglish, и сегодня мы делаем пятый быстрый тест, quick test, five книгов, English file, уровень pre-intermediate. Начинаем. So, the first one, tick A, B, or C to complete, чтобы дополнить, заполнить, закончить the sentences, предложение. My friend runs fast, faster, more fast than me. So, you need to remember, if you have a very small word like fast, если у вас маленькое слово как fast, вы не используете more, more используется для слов побольше. Поэтому правильный ответ здесь у вас подчеркнут, выбран, он будет faster. Number one, I'm not very hungry, я не очень голоден, so I don't want to eat, поэтому я не хочу есть еда, food. Too much, too many, смотрите, too much и too many означает много. Too, это чересчур, too, например, вы можете сказать слишком жарко, здесь слишком жарко. Вы скажете it's, it's не означает здесь. It's часто используется в начале предложения, то есть, например, it's too hot, it's too hot, слишком жарко, означает слишком жарко. So, it's too hot, здесь можете написать here. It's too hot here, it's too hot here, or it's too hot in here. I'm not very hungry, so I don't want to eat too much food. So, we need to choose too much food, we can't choose too many. Why? Because food is an uncountable noun. Это неисчисляемое существительное, поэтому нам нужно использовать too much. Number two, do you play, смотрите, как образуется вопрос, это present simple вопрос, у вас субъект, you play глагол. Всегда в вопросах вспомогательный глагол do, does, did, will будет стоять перед субъектом. Do you play the piano as, as your brother? Здесь у нас спаленная подсказка, это as, as. Между, as, as, ставится какое-то слово. Мы можем перевести, как это предложение. Do you play the piano так же, best, better, well, так же хорошо, as, как, так же как. As, as, здесь мы переводим так же, как, так же хорошо, как и твой брат. Do you play the piano as, best, это самый лучший, нам нужно использовать артикль the, чтобы сказать самый лучший. The best, he is the best, он самый лучший, better, это лучше. He plays the piano better than me, он играет на пиано лучше, чем я. И well, это просто означает хорошо. Well, отвечает на вопрос, как, как, хорошо. Если я спрошу, какой хороший, хороший будет good. Видите, good, это хороший, he is a good player, но он играет хорошо, he plays well. Поэтому мы здесь выбираем ответ well. Do you play the piano as well, так же хорошо, as your brother? Number three. My new teacher isn't nice as my old one. Мой новый учитель не есть, здесь есть у нас as, и есть nice, какой хороший, это прилагательный, какой adjective. So, as my old one, как мой старый, one, чтобы не повторять слово учитель, видите, здесь учитель, это единственное число. Я могу сказать one, и это one заменяет слово учитель. My new teacher isn't as nice as my old one. Нет, такой хороший, как старый учитель. As, as. У нас здесь, в предыдущем предложении, было as вот здесь и вот здесь. Это та же самая конструкция, только отличие в том, что nice у нас есть уже в этом предложении. As nice as, as good as, as well as. As good as, as big as. Например, мой дом такой же большой, как и дом Пети. My house is as big as Пети's house. Вот, такой большой, как, такой хороший, как as, as. Запомните, конструкция as, as очень популярная в английском языке, и нужно знать as, as. Здесь ставим или прилагательное, или существительное, или, sorry, наречие, адверб наречие, adjective, прилагательное, adjective. Дальше, number four. It's the city in the world. Здесь я, как бы, выделяю город и говорю, что, какой город? В мире. Видите? In the world. In the world. Вот здесь у вас будет подсказка, потому что in the world имеется в виду во всем мире. Crowd, это населять, то есть это толпа означает, но здесь crowded, это населенный, то есть это самый густозаселенный город в мире. It's the, когда у вас есть the, и идет прилагательное, adjective, какой, the best, например, то будет третья степень, superlative. Это степень называется, it's the most crowded, most crowded, здесь будет, it's the most crowded city in the world, in the world. Вот здесь in the world, подсказка, что будет именно superlative, самая высшая степень сравнения, и the тоже, the ставится перед высшей степенью сравнения. So, it's the most crowded city in the world. Почему most, не mo, потому что самая, самая населенная, населенный город в мире. Пятое. You are busy, busier, more busy at work than I am. Здесь я сравниваю, то есть busy это занятый на работе, чем я. Ты более занятый на работе, чем я. Здесь я сравниваю двух человек, не одного человека с всеми, да, а двух человек. Поэтому используется then, чем, then, then. И нужно сказать, you are busier или more busy. Смотрите, busy оканчивается на букву y. Вот в тех случаях, когда у вас прилагательное оканчивается на букву y, вы можете не добавлять more busy. То есть вы можете не говорить more busy, потому что правило гласит, что если у вас два слога, be, z, здесь два слога, то нужно сказать в сравнительной степени more использовать. Но здесь окончание y, когда окончание y, вы можете, даже нужно сказать, busier. То есть вы в y меняете на i и добавляете er. So you are busier at work than I am. Ты более занятый на работе, чем я. Number six. He plays lot football, a lot football, a lot of. Здесь такое, как бы, такая фраза a lot of. Будет всегда a lot of. He plays a lot of кого-чего? Футбол. Он играет много в футбол. Утвердительные предложения любят a lot of. He plays a lot of football. He plays a lot of football. So that's the correct option here. Number seven. This is the holiday we've ever had. Это самое хуже holiday, отпуск или каникулы. Это самое хуже каникулы или самый хужий отпуск we've ever had. Здесь видите present perfect, который мы когда-либо имели. Present perfect любит использоваться с сравнениями. Когда у вас есть сравнения прилагательных, present perfect налегке здесь может быть использован. This is the worst. Это самый хужий. This is the worst holiday we've ever had. То есть я сравниваю вот этот отпуск со всеми отпусками, которые у меня были. И это был самый хуже. Видите, the стоит. Значит, будет superlative. Высшая степень. Сравнение. So this is the worst holiday we've ever had. Alright. Now number five. My parents drive than I do. Здесь они ездят на машине как? Чем я? Чем I do? Что означает здесь do? Помните, я вам говорил, что one у нас заменяло слово teach во втором предложении? Или, подождите, в каком это было? В третьем предложении. My new teacher isn't as nice as my old one. Чтобы не повторять слово teacher, используется one. Здесь, чтобы не повторять слово drive. Drive это глагол. Это do. Делать глагол, не глагол. Быть. Мы здесь используем глагол do. Вспомогательный как бы. My parents drive как? Здесь у нас slowly. Два слога, но слово оканчивается на ly. Казалось бы, что нужно slowly air сказать. Но проблема в том, что slow drive, slowly это как? Это наречие. Вам нужно различать наречие и прилагательные. Прилагательные они описывают какой-то предмет человека. Зеленый стол, зеленый это прилагательный. А наречие, они описывают действие. Ехать как? Медленно. My parents drive more slowly. Вот так будет. More slowly than I do. Нельзя сказать more slow, more slower. More slowly. He drives slowly. My parents drive more slowly than I do. Вот наречие. Степень сравнения наречий нуждается в этом more. Вот. Тоже нужно запомнить. Number nine. We don't enjoy swimming in the lake. Нам не нравится плавать в озере. Почему? It's too much cold. Too much. Нет. Здесь не работает. It's too much cold. Почему? Потому что cold это прилагательное означает холодный. Если у вас слово холодный, вы можете сказать просто It's too cold. Слишком холодно. It's too cold. It's too hot. Слишком жарко. It's too dark. Слишком темно. It's too dark. Вот так можно сказать. Но если у вас too much и дальше идет существительное, например, too much noise, слишком много шума, да, тогда вы используете too much noise, too much, например, noise, too much noise, слишком много шума, too much noise, too much noise, слишком много денег, too much money, too much money, слишком много надежды, too much hope и так далее. Здесь несуществительное, здесь прилагательное. Какой холодный? То мы скажем It's too cold. Слишком холодно. Или оно слишком холодное. We don't enjoy swimming in the lake. Why? Because it's too cold. It's too cold. Number ten. Paris. Exciting city I've been to. Снова мы видим то, что здесь используется present perfect. Present perfect, напоминаю вам, что это будет вспомогательный глагол have, либо has, и глагол в третьей форме, и мы говорим о результате, то есть или о нашем опыте, то есть Париж это самый потрясающий город, в котором я был. So Paris is the most. Из-за всех городов, то есть я все свои города, которые я посетил, сравниваю с Парижем, и я могу сделать такой вывод. Paris is the most exciting city I've been to. So the most exciting. The most exciting city. Now number eleven. Eleven is he's speaking quietly for me to hear him. So he's speaking так тихо, что я не могу его услышать. Speak, говорить quietly, тихо. He's speaking so, или to, или enough. В грамматике часто есть такая тема, которая рассматривает эти два слова вместе. To и enough. Enough означает достаточно, that's enough. Да, но enough часто используется в таких предложениях, например, она недостаточно взрослая, чтобы пить алкоголь, например. Мы скажем, she is not old enough to drink alcohol. О здесь слишком холодно, чтобы плавать. It's too cold to swim. It's too cold to swim. He's speaking. Он говорит слишком тихо, чтобы я смог его понять. For me to do something. For me, вот это. Для нас подсказка. Как бы для меня, чтобы я смог что-то сделать. He is speaking too quietly for me to hear him. Слишком тихо, чтобы я его услышал. He's speaking too quietly for me to hear him. Number twelve. How much butter, butter это масло. How much butter is there? Есть. Вот глагол there is. Это быть, находиться. В вопросе будет is there. How much butter is there in the fridge? И мы говорим, где именно. Мы спрашиваем. В холодильнике. Сколько масла в холодильнике. И вспоминаем тему. Little, few, none. Исчисляемые, неисчисляемые. Тему исчисляемые, неисчисляемые, существительные. How much butter is there in the fridge? Only a little. Little butter. Можно сказать? Конечно, можно. Потому что butter это неисчисляемые. Поэтому то, что нельзя посчитать. То есть какие-то субстанции. Вода, сахар, соль, масло. Вот то, что мы считаем граммами или килограммами. Это будет неисчисляемые. И будет little. Few, можно посчитать. None вообще отсутствует. None. There is none left. Ничего не осталось. There is none left. Only a little. Only a little. How much butter is there in the fridge? Only a little. A little означает немножко. Вот буква E. Она играет роль здесь. Какую роль она играет? Она показывает, что есть некоторое количество. Его недостаточно. Как бы в целом. Что это немного. Но его достаточно для того, чтобы что-то с этим маслом сделать. Его масло хватит на бутерброд, например. Или для какой-то цели масло хватит. Но потом уже не хватит. Мало масла. Немножко. Только only a little. Если бы не было E, то смысл предложения был таков, что как бы масла вообще недостаточно. Нужно бежать в магазин. Я ничего с этим маслом не смогу сделать. Мне нужно бежать в магазин. А only a little. Мало, но я могу что-то сейчас сделать. То есть это как бы решит мою проблему. Number thirteen. This car isn't. Эта машина не. Enough big. Big enough. Too big. We need a larger one. One. Опять же таки, видите, у нас слово машина. Мы заменяем слово машина на слово one в следующем предложении. Чтобы не повторять слово машина. So this car isn't enough big, big enough, too big. Too big, too это негатив. Как бы слишком, слишком большой. Too big. I don't like it. It's too big. Or I don't like staying here. It's too hot. Yeah? Or it's too cold in winter. So this car isn't big enough. Isn't big enough. Не достаточно большая. Вот когда у вас enough, то enough мы используем после прилагательных. После прилагательных. Запомните, пожалуйста. This car isn't big enough. Эта машина небольшая. Не достаточно большая. This car isn't big enough. We need a larger one. Нам нужна машина побольше. Number fourteen. This TV is more, most, the most expensive than that one. So here I compare two TVs. Здесь я сравниваю два телека. И говорю, что этот телевизор есть более дорогой, чем тот. Когда я говорю более, не самый дорогой, не the most expensive, а более дорогой, тогда я использую more expensive. This TV is more expensive than that one. This – это этот телевизор. That – это тот. И опять-таки, чтобы не повторять слово телевизор, я использую наше слово one. This TV is more expensive than that one. Number fifteen. I need to go to the gym. Мне нужно пойти, need to, нужно, в зал. I don't exercise. I don't do enough exercise. I don't do enough exercise. I don't too much do. Too much – это слишком много. Это негатив. Он хочет сказать, что я недостаточно делаю упражнений. I don't do enough do. Do enough. Enough ставится после глаголов. I don't do enough exercise. Точнее, даже дело не в глаголах, а вот здесь enough ставится перед существительным. Существительное exercise – это что, да? Упражнение. So, I don't do enough exercise. I need to go to the gym. I don't do enough exercise. So, here it's going to be A. The correct answer is A. Number sixteen. There are two – слишком много, да? There are too much, many, enough cars on this road. There is nowhere to park. Негде припарковаться. Есть nowhere, нигде, чтобы припарковаться. Вот такая у них конструкция. There is nowhere to park. Негде припарковаться. There are too many cars, конечно же, будет. Потому что much используется с неисчисляемое. Мы, me, да? Cars – это исчисляемое. Поэтому there are too many cars. Number seventeen. Your flat is smaller. Я сравниваю твою квартиру с моей. Когда mine я говорю, значит, после mine я не говорю mine flat. Я не могу сказать mine flat. Я могу сказать my flat. Your flat is smaller than my flat. Или your flat is smaller than mine, чем моя. Так, смотрим. Your flat is smaller, чем than. Здесь проблема больше в том, насколько вы хорошо помните разницу. Than чем, а then потом. Than. Здесь широкий звук э. Than. Than. Your flat is smaller than mine. So we use than here. Your flat is smaller than mine. Than означает потом. Запомните, пожалуйста. Than означает чем. Как-то передумайте ассоциацию к этому слову. Than. Чем. 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 Than. Number eighteen. Луиза is the person I know. The friendlier. Ну, здесь у нас подсказка. Смотрите. Луиза это friendly. Дружественный. Луиза это самый дружественный человек, который я знаю. Как нам лучше сказать здесь? Я думаю, лучше сказать the friendliest. Почему? Потому что самый дружественный человек со всех людей, которые я знаю. So, Луиза is the friendliest person I know. What person I know подсказывает, что будет высшая, самая высшая степень сравнения прилагательных. Будет C. So, the friendliest. The friendliest. Луиза is the friendliest person I know. Number nineteen. There was too noise in the restaurant. There was too. Слишком много шума было в ресторане. There was too. Too much of. Нельзя сказать здесь much of. Почему? Too нам не дает, не позволяет это сделать. There was too much. Too much. Too hot. Too much. Too many. Too much. Too much. Too many. Too much noise. Too much information. Etc. So, there was too much. Too much. Это too much. Это перебор. There was too much noise in the restaurant. В ресторане было слишком много шума. Вот когда у вас предложение начинается. There is, there are, there was. Вы эти предложения на русский язык переводите с конца. Да? Или на украинский, на любой другой. Да? Ну, может не на любой. Так, с конца. So, there was too much noise in the restaurant. Было слишком много шума в ресторане. Number twenty. It was the best meal we've ever had. It was the best meal we've ever. Мы когда-нибудь имели. Когда у вас ever используется, это будет самая высшая степень прилагательных. Have you ever? Ты когда-нибудь был там, например? У нас где-то было уже. Сейчас не найду быстренько. It was the best meal we've ever had. Это была самая лучшая еда, которую мы когда-либо ели. Ever. With ever. Здесь present perfect. Да? И present perfect любит ever. Или never. Например, I've never been to New York. Вот это звучит так нормально в английском языке. Дальше у нас лексика. Vocabulary. Tick. Поставить галочку. A, B, O, C. To do what? To complete the sentences about towns and cities. Чтобы закончить предложение о городах маленьких. И в городах больших. We live on the what? We live on the coast. Мы живем на побережье. Если у вас попадаются вот такие конструкции, вы, пожалуйста, можете кружечком обводить on the coast. On the coast. И учить. On the coast. На побережье. Нужно использовать артикль the здесь. Вот он. Предлог запоминать все это. We live on the coast. I love being by the sea. Я люблю быть у моря. I love being by the sea. By the sea у моря. Здесь, когда у вас сотни и десятки, вот две сотни пять десятков, здесь нужно ставить a. And, and, two hundred and fifty thousand, thousand. So this city has a, what? Population, people, tourists. Ну, здесь не о туристах. Город имеет население, популяцию, да? A population of around two hundred and fifty thousand people. So it's going to be population. Number two. The market. Market это рынок. Was too, был слишком какой, слишком негатив здесь. That was too empty, слишком пустой. Too modern, слишком современным. Или слишком crowded, битком набитый, да? Людьми. Crowded. So we found a place with fewer people. Ага, здесь у нас подсказка во второй части предложения. Потому что market был, рынок был битком набитым людьми. Поэтому мы нашли find, found, found. Находить три форума. Find, found, found. A place, место с меньшим количеством людей. So the market was too crowded. Too crowded. Number three. That part of town, та часть города, is empty. Пустая. Dangerous, опасная. Is noisy. Здесь трудно сказать, что они хотят сказать, да? Но у нас есть второе предложение. И оно нам подсказывает. These streets are safer. Эти, эти улички, они более безопасные. So that part of town is, that part of town is dangerous. Почему я выбираю dangerous? Потому что здесь сказано, these streets are safer. Эти улички, они более безопасные. Safe это, как, safe, это безопасный. Safe. Поэтому здесь слово dangerous. Number four. Четвёртое. Rome, Рим, has some amazing, amazing, потрясающие buildings, строения. Какие buildings? History. История buildings. Historic. Историческое строение. Или interest. Конечно, historic. Историческое строение. Не history, не история. А именно историческое строение. So historic buildings. Historic buildings is going to be the correct one. You can buy anything at the... In the town center. Вы можете купить всё. At the... Где? At the cathedral. Cathedral это собор. At the palace. В палец. Нет. Не в палец. В палец. At the department store. You can buy anything. Вы можете купить что угодно. At the department store. В универмаге. In the town center. В центре города. Есть shopping mall. Это когда в этом shopping mall разные бренды представлены отдельно. А department store это когда вы идёте и нет деления на отдельные бренды. Как бы, да, то есть нет отдельного магазина Nike. Нет отдельного магазина, например, Helihancer or Under Armour. Нет. Всё в куче. Number six. This city is too dangerous. Слишком опасное. Слишком polluted. Загрязнённое. Or populated. Населённое. We are going to move to a cleaner place. Здесь подсказка. Cleaner place. Они собираются переехать в более... Место почище. Поэтому здесь этот город слишком... Какой? Слишком polluted. Загрязнённый. Потому что они собираются переехать в место почище. B. Это правильный ответ. Дальше, в принципе, то же самое. Tick A, B, or C. To complete the sentences with the correct health and body word. Word. Окей. So, здесь вам нужно проверить свои знания health and body word. Слов, которые относятся к здоровью, здоровье и тело. Health and body word. Drinking alcohol is bad for your... For your what? For your bones. Для костей плохо пить алкоголь. Liver. Печень. Как ливерная колбаса. И teeth для зубов. То есть, здесь будет liver. Для печени плохо алкоголь. Doctors give good health advice effects. Health. Health. Good health. Health — это здоровье. Advice — совет. Effects. Последствия. And we need to listen to them. So, doctors give good advice. Они дают хорошие советы. У нас, можно сказать, советы — это множественное число. Но в английском языке это всегда будет неисчисляемое. Поэтому используется просто advice. Give good advice. Нельзя использовать актикль здесь. A good advice. Потому что, в принципе, да, советы неисчисляемые. Куама is worried about his blood pressure, hot pressure, bones. Pressure. Ключевое слово здесь. Pressure. Давление. Pressure. Remember this word. Pressure — давление. Be worried. Беспокоиться. Он обеспокоен чем? Он обеспокоен касательно своего давления. Pressure. Какого давления? Конечно, кровяного давления. Blood pressure. Не сердечное давление, не давление в костях, а именно blood, кровяного давления. Blood pressure. Blood pressure. Okay. Number nine. Fizzy drinks like coke can damage your hot muscles or teeth. Fizzy drinks. Fizzy drinks имеется в виду безалкогольные вот шипучие напитки. Coca-Cola, Pepsi-Cola, вот эти газировки всякие, да, это называется fizzy drinks в английском языке. Такие как light coke can damage your hot muscles, teeth. Ну, что могут повредить газировки всякие, да, hot — сердце, мускулы, наверное, не мускулы. Maybe teeth, I guess. Teeth — зубы. Number ten. A better diet, диета — диета, да, a better diet can reduce, снизить, your risk of hot and liver disease attack problem. A better diet, лучшая диета, can reduce your risk, может снизить риск получения сердечных и liver, помните, ливерная колбаса, это печень, печёночных заболеваний. Liver attack. Нет, liver attack, поэтому, наверное, liver disease. Disease — это заболевание. Attack — это приступ, атака. Problem — проблема. So, hot and liver disease. Здесь disease, мне кажется, лучше подходит, чем problem. Hot and liver problem, maybe it's better to say problems. Лучше звучало бы, если бы было problems. Risk of hot and liver problems. Problems with disease — заболевания, сердечных заболеваний. Это более популярное слово сочетание, как сердечные заболевания, заболевания печени, да, hot disease, liver disease. Запомните, пожалуйста. Jörgen wants bigger, hot muscles, blood. Он хочет побольше сердца, мускулы, кровь. So he's going to the gym more often. So it's easy peasy lemon squeezy gym. Это зал. То есть, так как он хочет мышцы побольше, он ходит в зал. He wants bigger muscles, so he's going to the gym more often. Okay, nice. Number 12. Your liver, your muscles, your heart moves blood around your body. Moves — это движет кровь вокруг твоего тела. Что движет кровь вокруг твоего тела? Your heart, конечно же, heart. Heart — это как помпа, которая гоняет кровь. Your heart moves blood around your body. Number 13. Medical research, medical drug, medical memory tells us what is good and bad for our health. То есть, медицинские или медицинская говорит нам, что хорошо или плохо для нашего здоровья. Не память медицинская, не медицинский препарат, какой-то drug, а medical research, медицинские исследования. Ниша имеет превосходный, middle-aged, full-fat. Full-fat — это не обезжиренный. Full-fat — не обезжиренный, то есть полное содержание жира. Short-term — краткосрочный. Memory — память. So she is very good at spelling tests. Ниша has an excellent memory, so she is very good at spelling tests. Ага, интересно. Short-term memory. То есть, как бы оперативная память, коротковременная память. Ниша has an excellent short-term memory, so she is very good at spelling tests. Spelling — это акфография, это правописание. How do you spell your name? Как ты пишешь свое имя по буквах или назови свое имя по буквах. Spell your name. Could you spell your name? Маша. M-A-S-H-A. So spelling tests — она прекрасно справляется с тестами, где нужно писать свое... Не свое имя, а вообще английские слова, например. Потому что английские слова, видите, как они пишутся. Ниша. Has an excellent memory, so she... Yeah, so they might be a problem for some people. I mean, English words and the way they spell are spelled. И то, как они пишутся. Drinking milk helps young children have strong... То есть, потребление молока, выпивание, дословно, молока. Helps young children, помогает маленьким детям, молодым детям, дословно, иметь strong, hot молоко. Это сильное сердце, memory, память или bones. Наверное, кости. Молоко улучшает состояние костей. Bones — это кости. Дальше, tick A, B, or C to choose the correct number. И выбираем правильный номер, номер, цифру. Example, my journey to work. 25 minutes. 65%. 21st, 25th of April. That's 25th of April. My journey... Okay. So it takes me 25 minutes. То есть, мне нужно 25 минут, чтобы приехать на работу. Моё путешествие на работу. Ну, не 60% вообще не подходит. 25th of April. Причём это здесь? Наверное, 25 минут. My test score. Score — это score goal. Забить goal, можно сказать. Score ещё означает, как бы, показатель, балл. Мой тестовый балл. Oh, my goodness. 1,650,000. Now, 5 pounds. Это цена. 86%. So it could be in percent. In percent. I mean, the score could be in percent. So, yeah, 86% is going to be fine here. Price of a coffee. Цена кофе. 3.5 miles. 3,5 мили. Цена кофе. Прекрасная цена кофе. 2.25 pounds. 2 фунта 95 центов. Ну, это не цена кофе. Кстати, да, это цена кофе. Да. Да, довольно дорого, да? 2.95 центов. And 3 minutes. 3 минуты. 3 minutes. Конечно же, 2.95. Не 3 минуты цена кофе. My birthday. Дата. Дата. 1-2. Это просто, да? 30.2. Не подходит. My birthday is on the 30th of July. 30-го июля. Number 19. Number of people in my town. Количество людей в моём городе. 3 четвёртых. 3 fourths. 12.55. 345 thousand. Yeah. So that's the number of people in my town. So it could be the correct answer. And people in my class who have a brother. Люди в моём классе, которые имеют брата, у которых есть брат. Можно и так, и так сказать. Eight. Second of February. One million. Конечно, не один миллион людей в моём классе. И не второе февраля. Здесь будет... Правильный ответ. Это восемь. Eight. Okay. Now, pronunciation. Смотрите, как пишется это прекрасное слово. Pro, потом нан, нан и сиатион. Прононсиэйшин. Прононсиэйшин. Итак, can attack all water. Здесь ээ. Attack ээ. А здесь о. Water. Water. Serious. Foster. Doctor. Serious. Foster. Doctor. Foster. Шва. Доктор. Шва. То есть шва это такой перевёрнутый звук ээ. Когда много согласных, то проскакивает этот звук доктор. Доктор. Нет, доктор. Доктор. Да? А, доктор. Doctor. То есть лишнее слово будет serious. Потому что здесь и. Serious. None reduce muscles. None are reduce you muscles. Здесь а и здесь а. То есть лишнее будет reduce. Diet. Да. Diet. Л. Лай. I. Life. L. I. Die. Die. So, yeah. Diet. Lifestyle. Little. Little. Американское little. 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 Это лишнее слово. Дальше едем. Enough. Thought. Hurry. Enough. Thought. Hurry. Enough. 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 Thought. Thought. Будет вот это. Few. Choose. Good. Few. Choose. Good. Few. Choose. Good. Okay. Здесь будет good. И stressed syllable. Какой под ударением у нас слог. For example. Activities. 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 Конечно же. Activities. Activity. Activities. Here. Beautiful. 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 So beautiful. The first syllable is trust. Statistics. 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 Вот так. Вот это будет. Unhealthy. Unhealthy. Здесь, когда у вас prefixes. Yeah? So you just ignore. Prefixes are not usually stressed. They are almost never stressed. So you need to put the stress syllable here. Ударение падает не на префикс, а падает сюда. Unhealthy. На приставку не падает ударение в английском языке. Unhealthy. 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 Будет be. Unhealthy. Population. 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 Nolation. Pop you. Pop you. Это для разгона. Нам нужны эти слоги. Pop you. Population. Population. Вот здесь, сюда. Личнее слово. И дальше. Impatient. 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 Окей, конечно же. Impatient. Impatient. Patient. Impatient. Тоже у нас приставка. Итак, друзья, на сегодня все. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, поддержите канал. Всем хорошего дня и увидимся в следующем видео. Пока-пока.